Привет! Сегодня мы разбираем, что такое стейкинг, как он работает, можно ли на нем пассивно зарабатывать и насколько это рискованно. И в свою очередь я покажу, сколько я заработал на стейкинге и может ли это быть полноценным пассивным доходом. И хей, меня зовут Микита, и прежде чем мы начнем разбирать эти очень важные вопросы, не забудь поставить подписочку и лайк этому видео, для того, чтобы алгоритмы YouTube понимали, какой контент тебе нравится, а также продвигали это видео. Прежде чем разобраться, что такое стейкинг и для чего он нужен, нужно разобраться в следующем концепте. В концепте консенсусов на блокчейн. Консенсус это от латинского согласия, то есть способ разрешения конфликтов при принятии решений. Абстрактно говоря, это алгоритм того, как люди приходят к согласию по какому-либо вопросу. И сейчас в криптовалютах используются два основных консенсуса. Это proof of work, когда криптовалюту можно майнить сложными вычислениями, и proof of stake, когда криптовалюту можно тоже майнить, но уже с помощью имеющихся у человека криптовалют и компьютера. Но зато компьютер нужен попроще в данном случае. Для начала разберемся, как работает proof of work консенсус, чтобы обрести понимание, для чего вообще нужен proof of stake и какие проблемы он решает. Самый популярный пример это биткоин. Для того, чтобы управлять транзакциями и понимать, кто сколько кому денег высылает, участникам сети нужно как-то соглашаться. Поэтому не прибегать к такой штуке, как proof of work. По сути это соревнование между супермощными компьютерами, которые пытаются найти решение сложной математической задачи, и тот, кто первый находит правильное решение, получает возможность сделать запись в цепочку блоков, то есть добавить блок в блокчейн. Получается, что при майнинге биткоина, чем более мощный у тебя компьютер, тем больше расчета в секунду он может сделать, что увеличивает твои шансы на выигрыш соревнования, победитель которого получает определенное количество монет. Но у такого подхода есть одна большая проблема. Это неэффективность израсходованной энергии, быстрый износ дорогостоящего оборудования и невозможность маленьких игроков участвовать в процессе майнинга, так как ниша занята промышленными майнерами. И если упростить, получается так, что на целой планете куча компьютеров расходует энергию и свой ресурс в решении математической задачи, но в итоге тот, кто первый вычисляет решение, получает награду и записывает новый блок в блокчейн. Много работы тратится впустую, поэтому разработчики стали думать над новыми механизмами консенсуса, и на данный момент одним из самых популярных является proof of stake. Тот, который поможет нам пассивно зарабатывать на своих монетках, не имея дорогостоящего оборудования. Вместо того, чтобы использовать всю мощь своего компа и пытаться первым вычислить математическую задачу, люди блокируют определенную часть своих монет в сети и запускают компьютер, который также называется нода. Все стейкеры монет, которые имеют ноды, принимают участие в конкурсе на получение возможности записать блок в блокчейн. Но в случае с proof of stake победителем этого конкурса выбирается не самый мощный компьютер, а скорее выбирается случайно, опираясь на несколько основных факторов. У каждого блокчейн факторы выбора победителя свои, но мы обсудим два главных. Первый фактор – это то, как много денег вы замкнули в сети, и второй – как долго они уже там залочены. Плюс на эти данные накладывается алгоритм рандомизации, чтобы ни один пользователь постоянно не получал возможность написания блоков и, соответственно, не получал монополию в этом блокчейне. Тот, кто выигрывает контест, получает возможность записать новый блок в цепочку, а также получает вознаграждение в монетках сети за участие. Получается, что только один майнер тратит свои ресурсы на написание блоков в блокчейн, остальные же ждут своей очереди на то, когда они смогут заработать. Каждая нода – выигрыши, и ресурсы не тратятся напрасно, так как не происходит расчета рандомных математических задач просто так. Вот так вот. Ставь лайк за информацию, а я сейчас быстренько рассказываю, почему ноды-валидаторы заинтересованы правильно записывать блоки в блокчейн, и не читерить. А потом обсудим риски и сколько процентов можно заработать на стейкинге коинов, а также я покажу свои результаты. Как мы уже усвоили, в консенсусе proof-of-stake – один выбранный по алгоритму майнер, то есть валидатор, производит одну запись блока в блокчейн, и потом алгоритм выбора повторяется. Для того, чтобы стать валидатором, необходимо заблокировать на счету большой объем монет сети, и так сеть понимает, насколько вы заинтересованы в ее корректной работоспособности. Но что будет, если я как валидатор захочу создавать неправильные блоки с неверными балансами кошельков, например? Какова моя мотивация? И тут все просто. За создание компрометирующих блоков валидатор А наказывается сетью, так как другие ноды могут перепроверять записанные транзакции валидатора. И если, например, он внесет некорректные записи в блок, то он будет наказан тем, что часть или даже все его монеты будут списаны с кошелька и отправлены тому валидатору Б, кто нашел ошибку и записал новый верный блок. Если же первый валидатор А совершил свои действия правильно, и он вносит правильные блоки, он поощряется сетью за создание новых блоков, частью только что созданных монет, или же комиссиями с переводов пользователей сети. Получается очень простая мотивация. У нас заблокированы твои деньги, если ты будешь читерить и мешать сети работать, мы их можем изъять. Но если ты будешь порядочным человеком, зарабатывай на комиссиях. И тут выбор, по-моему, очевиден. Теперь вы понимаете, что у валидаторов есть большая мотивация корректно вписывать блоки в цепочку, и тут, похоже, самое время говорить о рисках. Их на самом деле не так уж и много. На самом деле это сложно назвать вообще рисками, если сохранять минимальную безопасность. Но их, в принципе, нужно знать. Первое – это то, что курс криптовалюты может поменяться, и вы будете в минусе в долларах, но в количестве токенов вы будете в плюсе. Для тех, кто ориентирован на прибыль в долларах, а не в долгосрочное накопление монет, это, конечно, минус. Но вообще, рано или поздно наступает bullrun, и монеты популярных проектов обратно отрастают. А если есть конкретное желание зарабатывать доллары, есть также отдельные сервисы, которые представляют возможность стейкинга, например, USDT, под определенный процент, но он гораздо меньше. Второе – это lockup период. При стейкинге монет валидаторы часто могут устанавливать период, на котором вы лочите свои монеты, от недели до года, для того, чтобы они могли быть уверены в своем будущем и могли стабильно работать. Следовательно, если вы понимаете, что вам резко понадобится ликвидность, воспользоваться токенами вы не сможете. При стейкинге некоторых проектов нужно это понимать. Третье – это период получения вознаграждений. Не всегда вы получаете выплаты от стейкинга каждый день. Это может быть раз в неделю, раз в месяц или раз в две недели. Все зависит от алгоритма распределения наград, блокчейна и валидатора. А также тот годовой процент, под который вы изначально стейкаете токены, например, это может быть 12% годовых, может изменяться в течение времени в большую или в меньшую сторону, в зависимости от различных факторов. То есть, если вы покупаете токены только для стейкинга, есть шанс, что проценты изменятся, и вам придется пересходить, например, в другие токены. Но это, скорее всего, очень плохой вариант. Ну и последнее, действительно, риск – это то, что Proof of Stake технология держится на валидаторах. И для того, чтобы поднять свою ноду, нужны некоторые технические знания. Соответственно, если настроить что-то не так, и наша машина будет совершать ошибки, стейкер и валидатор будут наказаны денежно, что является настоящим риском. И хоть я сам ни разу не поднимал свою ноду, важно выбирать хорошего за рекомендованного валидатора, который точно будет вести себя ответственно и записывать транзакции в блокчейн верно. Иначе будет сложно заработать. Итак, сколько же можно будет заработать? И хоть стейкинг через других валидаторов забирает небольшой процент от дохода, на данный момент, мне кажется, это наиболее безопасная тактика стейкинга. Поэтому давайте разберем, какие проценты на каком блокчейне можно заработать, и сколько монеток накапало у меня за разные роды стейкинг-программы. Для того, чтобы посмотреть примерные цены стейкинга, зайдем на сайт stakingreward.com. Просто тут удобно собрано множество активов с примерными данными по вознаграждениям на каждом блокчейн. И стоит понимать, что владея небольшими запасами крипто, нам остается стейкинг монет через так называемые пулы, которые сами поднимают свою ноду и стараются накопить как можно больше монет у себя в стейк-пуле. Для обычного пользователя это хорошо, потому что не нужно возиться с настройками ПО, компьютера и вычислением транзакций. Из минусов такие ребята могут забирать от 1 до 10% от полученных вознаграждений. Из минусов они могут допустить какую-то ошибку в вычислениях и потерять монеты, но я в основном стейкаю либо прямо через кошельки блокчейнов, либо на централизованных биржах, которые имеют репутацию и вызывают доверие. Так что пока я не особо боюсь, что что-то может пропасть или случиться. Ладно, смотрим таблицу вознаграждений. Эфириум это почти 5% годовых, Polkadot 14%, NIR 11%, Flow 8%, также есть такие штуки как Cake почти 50% годовых или ASX это 76% годовых. Но перед тем, как закидывать на стейкинг подобные токены, всегда нужно изучать проект, чтобы понимать токеномику, как и в каком количестве будут выпускаться новые токены, потому что это может обесценить курс текущих токенов. Приведу простой пример. Стейкинг Polkadot 14% годовых, но в документации проекта прописано, что они предвидят инфляцию, то есть обесценивание токена, в размере 8-10% годовых. То есть чисто заработок может доходить до 6% максимум, что как бы нормально, я сказал, но нужно учитывать вот эту вот инфляцию. При этом нужно иметь в виду второй фактор, это владельность курсов криптовалют. Вы можете купить токен и через месяц быть как в плюсе на 200% без всяких там стейкингов, или можете стейкать год и получить больше монет, но в деньгах бумажных сумма уменьшится. Как, например, у меня сейчас. Сами понимаете, летим вниз и просто дна не видим. Ладно, начнем со стейкинга XTZ. У меня застейкано около 120 монет, и настолько я понял, стейкинг у них сделан так, что я даже могу ими пользоваться, только если кому-то вышлю часть своих токенов, то награды за стейкинг, соответственно, уменьшатся. Процесс стейкинга у них называется делегация, и делается это просто в кошельке в пару кнопок. Единственный минус, что первое вознаграждение я ждал примерно месяц или больше даже, так что тут сам процесс получения вознаграждений немножко отложен. И как вы видите, я получаю по 0.06 XTZ примерно каждые 3 дня. Такой тут цикл вознаграждения. То есть каждые 3 дня я получаю примерно 18 центов в токенах, что в принципе неплохо. Если бы у меня был огромный капитал в XTZ, можно было бы жить на дивиденды, главное, чтобы курс не упал. Следующая монетка, которую я стейкаю, также прямо в кошельке, это NIR. NIR протокол вообще славится своей простотой работы в экосистеме. Если что, тут есть ссылочка вверху на видео разбор про NIR. Тут даже не нужно скачивать какие-то специальные приложения для того, чтобы взаимодействовать с блокчейном. Все происходит прямо в браузере. У меня залочено около 68 токенов. Я их не покупал специально для стейкинга. Это скорее крипта, которая имеет потенциал для роста. И я как-то узнал, что можно ее стейкать. Поэтому, чтобы она не лежала просто так, я ее отправил работать, так сказать. И знаете, результаты достаточно неплохие. Как мы видели в таблице, NIR дает примерно 11% годовых. И объем токенов, в принципе, у него ограничен одним миллиардом. Примерно за один месяц стейкинга 40 токенов, 27 токенов я доложил совсем недавно, я получил около одной монеты NIR, что примерно 10-11 долларов. Что как бы выглядит круто. Free money, как выглядит со стороны. На самом же деле за стейканные токены выполняют защитную функцию для блокчейна и слушают гарантии хороших транзакций. Из минусов стейкинга NIR могу назвать то, что разлока монет нужно ждать 1-2 дня. И если вы планируете использовать данные монеты в другом месте, вам нужно знать заранее, когда начать забирать свои сбережения. И есть еще две монетки, которые стейку на централизованных биржах. Это Flow и Polkadot. На Kraken ставка на Flow может изменяться от 6 до 9%. Стейку я где-то уже около полугода. И раньше ставка была вообще 4%. И за эти полгода на купленные мной 49,7 токенов Flow накапывала целые 1,35 монет Flow. Что как бы круто, но из-за падения курса я в неплохих таких минусах. На краткосрочную перспективу это, конечно, фатально, но в долгосрок я надеюсь, что мы еще когда-то обновим свои all-time high. И я уверен, что стейкинг будет неплохой такой прибавкой к тем монетам, которые я уже купил. На Kraken есть куча ассетов, которые можно стейкать, и биржа работает с гражданами СНГ, насколько я знаю на данный момент. И из плюсов, по крайней мере, я уверен, что они не будут записывать фейковые транзакции в блокчейн, а это значит не потеряют заложенные токены. А также, если мне необходимы будут эти токены, я смогу их разлочить в течение 10-15 минут и там же ими пользоваться. И последняя монетка это Polkadot. Изначально я также полгода ее стейкал на бирже под 12% и на мои 23 токена мне накапало 0,6 монет, что 7 долларов по самому низкому курсу или 25 баксов, если смотреть на all-time high. Сейчас я стейкаю 3 монетки, потому что их просто не знаю, куда положить, но еще есть такая штука, как Parachain и Polkadot, и там я застейкал примерно 25 токенов на больше, чем 600 дней. И за это мне насыпали 6,8 токенов Акала, 7,3 токена Moonbeam и 77 токенов Астар. Также есть еще проекты, которые не запустились и не выслали свои токены взамен на мои доты. И в сумме по текущим курсам они насыпали бесплатных монет на больше, чем 30 долларов, а это по текущим курсам медвежьего рынка. И также мои доты после истечения времени обратно вернутся целыми и невредимыми. Подробнее про Polkadot и участие в парачейнах можно узнать в одном из моих видео на канале. Если что, рекомендую просмотру, если хотите прям разобраться. Ну и как вы поняли, такой небольшой заработок можно получать от просто лежащих токенов, а если у вас большие объемы в токенах, то можно зарабатывать хорошие суммы. Но это скорее для китов. Надеюсь, видео было полезным для вас и вы знаете немного больше про мир крипто. Если вам понравилось видео, прошу поддержать его лайком и подпиской. Это поможет продвижению канала. И спасибо за просмотр. Пока. Увидимся на следующей неделе. Продолжение следует...